Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл бесед о Евангелии от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 22 главу. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегшито, пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их». Услушав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийцу он их и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим, «Брачный пир готов», а званные не были достойны. «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир». И рабыте, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошёл сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, «Связав ему руки и ноги, возьмите и бросьте его во сьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных». Брачный пир — это образ Царства Божия, потому что для человека той эпохи самое радостное событие, самое светлое, что было в его жизни, — это свадебный пир. Люди праздновали свадьбу, они могли праздновать неделю. В это время они прерывались, они выходили из этой рутины повседневного изнурительного труда, они отдыхали, они ели досыто, они пировали. И это было чрезвычайно радостно. И вот Царство, подобно этому брачному пиру, царь делает пир для своего сына, и он посылает рабов своих звать званых на брачный пир. И они не хотят, а они находят в себе более важные дела. И это не только о людях того времени, это о людях вообще, о всех людях, которым проповедуется Евангелие, поскольку Евангелие — это приглашение на брачный пир. Это приглашение в Царство Небесное, это приглашение войти в эту дверь. Всякий раз, когда мы слышим, как Евангелие проповедуется, или что-то напоминает нам о Боге, хотя бы мы идем и видим где-то вдали крест на церкви, это приглашение, нас зовут. И, увы, люди могут отказаться прийти, люди могут остаться за дверью. И беда их не в том, что их Бог не пустил, нет, их настойчиво звали, но они предпочли что-то другое. Они пренебрегши то пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Так бывает в жизни у человека, что у него много дел, которые ему кажутся очень важными, очень необходимыми, очень нужными, и ему как-то не до Бога. И это и значит пренебречь Евангелием. И, увы, такой человек находится в ужасной опасности убедиться в один день, что он потратил свою жизнь напрасно, что всю жизнь его звали войти в эту дверь, а он всю жизнь отказывался. Прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. То есть есть несколько категорий людей, которые отказываются прийти на пир к царю. Некоторые ведут себя вполне вежливо, они просто отказываются прийти. Они занимаются своими делами, они ничего не делают худого посланникам царя, но есть и те, кто, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Услышав от всем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийцу, он их изжег город их. Это печальное пророчество о Иерусалиме, который отверг Христа, отверг апостолов, и город Иерусалим был разрушен в 70-м году н.э. после неудачного восстания иудеев против римлян. Тогда он говорит рабам своим, «Брачный пир готов, а званные не были достойны, и так падите на распутие, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Евангелие возвещается всем людям. «И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, злых и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». Люди собираются в церковь, и в церкви оказываются разные люди, как те, кто искренне уверовал, так и те, кто пришли по каким-то другим соображениям. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, то есть не в праздничную одежду. Люди, которые приходят на свадьбу, они стараются одеться в торжество, они стараются одеться хорошо, они одеваются немножко не так, как они одеваются, когда работают на огороде. И царь, войдя, находит человека, одетого не в брачную одежду. А какой одежде идет речь? Речь идет об одежде праведности. Когда совершается крещение, человеку говорят в ризу правды, облачается раб Божий такой-то. И это праведность Христова, в которую человек облекается, как в одежду. И человек, который не облегся в эту праведность, а мы облекаемся в нее через веру, он оказывается формально внутри церкви, но на самом деле нет. На самом деле он не обратился. И говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, «Возьмите его, бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, мало избранных». Есть известные слова апостола Павла в послании к Гаватам, «Вы, которые во Христа крестились, во Христа облеклись». Ну, или по-славянски, как-то поется в церкви, «Елица во Христа крестистеса, во Христа облекостеса». То есть одежда, о которой идет речь, это одежда, которую мы получаем в крещении через веру, одежда праведности Христовой. «Много званых, а мало избранных». То есть званые — это все, кому проповедуется Евангелие. Избранные — это те, кто отзываются на этот призыв должным образом покаянием и верой и входят в церковь покаянием и верой. И эта притча также предостерегает, говоря, что можно войти в церковь чисто внешним образом и не облечься во Христа на самом деле. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Начинают слезть и задают такой политически заряженный вопрос. Позволительно ли давать подать кесарю? Если сказать «да, спокойно платите налоги кесарю», это выглядит по меньшей мере непатриотично. И оказывается, что Иисус коллаборационист, он говорит, что нужно платить налоги римским оккупантам. И хотя все эти налоги платят, но платят как-то давясь и плюясь, как-то через силу. Если Иисус скажет, что так и надо, то его можно будет выставить перед народом, показать, что вот он коллаборационист. Если он скажет «нет, только Богу можно платить налоги, только Бог наш подлинный царь», его можно будет уже сдать римским властям, как мятежника. Кажется, это вилка, и как Иисус не скажет, всегда найдут повод его обвинить. Кажется, они очень-очень умные. Они очень хорошо бы оставили ловушку. Но Иисус, видя лукавство, их сказал, что искушаете меня, лицемеры, покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий, и говорит им, что чье это изображение и надпись. Действительно, на монетах того времени, и много времени спустя, было изображение правителя, и была надпись там «Император такой-то». Говорят ему «Кесарево». Тогда говорит им «Отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу». Монету чеканил кесарь, монета считала собственностью кесаря, и поэтому кесарю надо было отдавать кесарево, а Божие Богу. Но эти слова означают также, что у кесаря, то есть у мирской власти, есть своя функция в этом мире, которая должна нами признаваться. Апостол Павел говорит «Отдавайте кому подость-подость, кому оброк-оброк, кому долг-долг, кому честь-честь, не оставайтесь, должны никому ничем, кроме взаимной любви». То есть земные правительства, они обладают своей областью компетенции, и христиане в их области компетенции должны отдавать им кесарево, то есть платить налоги, повиноваться законам и оказывать послушание гражданской власти. В случае, если власть не принуждает к какому-то тяжкому греху, в ситуации, когда власть требует Божьего, например, от ранних христиан требовали, чтобы они поклонялись императору как Богу, тут христиане отказывались. Тут возникала ситуация гражданского неповиновения, то есть ни в коем случае не мятежа, ни в коем случае не восстания, а вот конкретное повеление власти, которое представляет собой нарушение Божьей заповеди, христиане не исполняют, все остальное исполняют. Налоги платят, в армии служат, законы соблюдают, все кесарево отдают кесарю. Не исполняют только, если требуется явный грех, например, поклонение кесарю как Богу. А в обычной ситуации христианин спокойно отдает кесарю кесарева. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его. Учитель. Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женевшись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобные второй и третий, даже до седьмого. После же всех умирала и жена. Итак, в воскресении которого из семи будет она женою, ибо все имели ее. Саддукеи считают, что вера в воскресение, она приводит к ряду нелепостей, и поэтому ее нужно отвергнуть. Саддукеи не верили в воскресение, они полагали, что все божьи и богословения могут быть только на этой земле, и ради этого нужно стараться. А если верить в воскресение, получается абсурд. Ну вот, женщина последовательно была за семью братьями. Если воскреснуть из мертвых, получается какой-то юридический абсурд. А чьей женой-то она должна считаться? Иисус сказал им в ответ, «Заблуждайтесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы, на небесах». В воскресение не есть простое продолжение вот этой земной жизни. Воскресение сильно отличается от того, что мы знаем сейчас. И там не женятся, не выходят замуж. Та родовая жизнь, когда люди вступают в брак, производят на свет детей, происходит смена поколений, старики умирают, младенцы рождаются, этого не будет в воскресении. В воскресении не будет смерти, не будет смены поколений, не будет привычной нам родовой жизни, но, несомненно, будет любовь. Несомненно, люди сохранят свою любовь и привязанность, которая между ними была, и более того, она достигнет совершенства. Но вот брака именно как такого инструмента родовой жизни в жизни будущего века не будет. Иногда люди думают, особенно богочестивые пожилые супруги, которые ожидают уже переселения, они думают, будут ли они супругами на небесах, сохранятся ли между ними отношения какие-то особенные. Отношения сохранятся. Несомненно, их человеческая любовь войдет в это царство, но она уже не будет такой, как здесь на земле. Но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не считали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, слыша, народ, дивился учению его. То есть Бог не говорит, я был Богом Авраама, я был Богом Исаака, я был Богом Иакова, но сейчас они все поумирали. Нет, я сейчас Бог Авраама, Исаака, Иакова. А это значит, что Авраам, Исаак и Иаков живы. Это значит, что они воскреснут из мертвых. Бог не Бог мертвых, но живых. Это значит, что они живы. А фарисеи, услышав, что он привел Садукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон, и пророки. Вся христианская этика сводится к любви к Богу и к ближнему. Но тут надо уточнить, потому что в нашем современном словоупотреблении любовь — это эмоция. Она пришла, она ушла, человек это мало контролирует. В Библии любовь — это определенное отношение. Это нечто больше связанное с волей, чем с эмоциями. Христос говорит, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Или в другом месте, «Ибо в том есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Что значит любить Бога? Значит тщательно соблюдать Его заповеди. Не просто воздерживаться от каких-то грубых беззаконий, но думать о том, как мне угодить Богу, как мне наилучшим образом соблюсти Его заповеди. И возлюбив ближнего, то есть искать ближнему своему благо, признавать Его безусловную ценность. Не просто испытывать эмоции, но действовать, исходя из того, что мой ближний драгоценен перед Богом. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему Давидов. Тут нужно уточнить, что для собеседников Иисуса совершенно не очевидно, что Иисус есть Христос. Слово «Христос» означает «посланный Богом, спаситель народа Божия и всего мира». И они еще не уверены, что Иисус есть Христос. Некоторые это прямо оспаривают. И он задает вопрос. Вот Христос, вот этот предреченный пророками, спаситель мира, чей он сын? Говорят ему Давидов. Он потомок Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «И сказал Господь Господу моему, сидя десну и меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? То есть Давид, ветхозаветный царь, одна из очень знаменитых, почитаемых фигур в истории Израиля, он говорит о Мессии Господь, Вадыка. И каким образом сын Давида, то есть кто-то, кто его ниже, как сын, оказывается его Господом. И это вопрос, который Господь ставит перед фарисеями, чтобы они призадумались о том, а кто он на самом деле, кто есть Мессия, а кто Христос. И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. То есть Господь дает им возможность осознать его божество, опираясь на Писание, которое они знают. Он не говорит им об этом прямо, потому что они не в состоянии еще это воспринять. Мы с вами прочитали 22 главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет Ру. 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 Писание в рамках библейского портала Писание в рамках библейского портала Экзегет Ру. Писание в рамках библейского портала